МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Телевидение высокого качества в действии. Ненецкий округ перешел на цифровое телевещание. Почти 90% окружных дорог приведут в нормативное состояние. Когда начнутся работы и какие улицы подлежат ремонту? Секрет крепких семейных отношений от победителей конкурса «Семья года». Нарьинмаре подвели итоги регионального этапа конкурса. Ненецкий округ перешел в цифру. Отключение аналогового сигнала нажатием всего лишь одной кнопки произошло сегодня в 9 утра в архангельском филиале РТРС в Нарьинмаре. Легким движением руки шумное серверное и аналоговое вещание в Ненецком округе завершило свою историю. Спустя 45 лет в регион перешел век современных цифровых телевизионных технологий. Переход очень длительный. Аналоговое телевизионное обещание как технологии выросло масса специалистов в нашей филиале, много лет работающих на этом поприще. Сегодня времена изменились. Качество и количество потребностей населения стали гораздо более серьезными. Российская телевизионная сеть старается отвечать этим требованиям. Построила сеть цифрового телевизионного обещания и запустила в эфир 20 программ телевизионного обещания в цифровом высоком качестве. У тех, кто еще не приобрел цифровой приемник, вместо привычной телевизионной картинки на экранах будет транслироваться информационный ролик с инструкцией по переходу на цифровое телевидение. Для того, чтобы население некоторое время, еще около 7 дней, оно смогло смотреть эти заставки и понимать, что произошло. Увидев эту приставку и прочитав то сообщение, которое на экране, телезритель понимает, что его телевизор, ранее принимающий аналоговый сигнал, теперь этот сигнал перестал принимать. И нужно предпринять некие действия для того, чтобы пойти в магазин, купить приставку, антенну или перенастроить свой телевизор. В случае возникновения проблем в подключении на стройки консультацию можно получить по телефону горячей линии 2-19-10. Заявку на вызов волонтера на дом также можно оставить по телефону горячей линии. Главное, необходимо к приезду помощников подготовить оборудование, приставку и антенну. В июне Нинецкий округ приступает к реализации сразу нескольких проектов, предусмотренных нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом, проектом предусмотрено привести в нормативное состояние почти 90% окружных дорог. Масштабная реконструкция и строительство запланирована региональными проектами «Дорожная сеть» и общесистемные меры развития дорожного хозяйства. В ходе реализации национального проекта в 2019 году в поселке Факел реконструируют автодорогу по улице Дружба. Контракт на сумму 25,3 миллиона рублей заключен с Нарейнмар-Дорремстрой. К его реализации подрядчик планирует приступить в середине июня. Строителям предстоит обустроить пешеходные тротуары, освещение с функцией удаленного управления. В районе многоквартирных домов будут обустроены стоянки и заездной карман для автобусной остановки. Также в середине июня начнутся работы по обновлению автодороги Нарейнмар-Красная. Подрядчиком определено общество СМК «Строй». Согласно условиям контракта, участок протяженностью полтора километра строители реконструируют к 2021 году. Стоимость реконструкции 250,2 млн. рублей. Этот же подрядчик МСК «Строй» займется и реконструкцией дороги Нарейнмар-Искателей. Контракт с компанией будет заключен 7 июня, после чего подрядчик сможет приступить к работам. Сумма контракта – 493,7 млн. рублей. Согласно условиям контракта, до 20 декабря 2020 года планируется расширить проезжую часть, провести устройство дополнительной дорожной полосы. Кроме того, будет создано современное освещение, обустроены велосипедные дорожки, съезды, а также зоны общего пользования. Тротуары будут подготовлены для передвижения маломобильных групп населения. К 2020-му в Нарейнмаре обновят и автомобильную дорогу по улице Полярная, реконструируют автодорогу по улице Ленина от 60 лет СССР до Рыбников. В текущем году также состоится ремонт участка автомобильной дороги улица Губкина ПБО протяженностью 450 метров. Также в региональном проекте до 2020 года запланировано строительство дороги по улице Яралова между проездом Песчаной и улицей Дружбы и другие объекты. На реконструкцию и строительство дорог в округе на 2019-2021 годы заложено 385 миллионов рублей из федерального бюджета и полтора миллиарда из окружного. В регионе утвердили изменения в территориальную схему обращения с отходами. Соответствующий приказ опубликован Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа. Внесенные изменения согласованы со всеми заинтересованными органами и прошли общественные обсуждения. Как отметил советник губернатора Ненецкого округа, курирующий блок природоохраны и экологии Альберт Чабдаров, основное изменение территориальной схемы касается установления двух зон деятельности региональных операторов. К первой зоне относится непосредственно сам город Нарьямар, село Тельвиска, поселок Искатели и Красное. Ко второй зоне относятся прочие поселения Ненецкого округа. Кроме того, территориальная схема была дополнена сведениями о площадках накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах и установлены были целевые показатели по утилизации размещения твердых коммунальных отходов. Напомним, Ненецкий округ, как и вся страна, должен был перейти на новую систему обращения с отходами уже в этом году. Но из-за того, что выбранный в рамках конкурсных процедур региональный оператор в декабре прошлого года отказался работать в Ненецком округе, соглашение с ним было расторгнуто. Согласно федеральному законодательству, наш регион воспользовался правом перенести срок введения новой системы по обращению с ТКО на своей территории на один год до 1 января 2020 года. К этому времени в округе предстоит выбрать нового регионального оператора. Он может быть определен как по условиям конкурса, так и назначен на срок не более одного года по каждой из зон отдельно. Затем будут проведены аукционы на транспортировку отходов и рассчитаны тарифы на оказание коммунальной услуги. Для подростков Ненецкого округа началось трудовое лето. Получить работу в период летних каникул выразили желание более 1400 человек. В июне к временным работам приступили более 600 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки будут работать в различных организациях и на предприятиях региона. Работодатели получат компенсацию за трудоустройство подростков на время летних каникул. В частности, им возместят понесенные расходы в размере 0,7 ставки на заработную плату сотрудника, неиспользованного отпуска при увольнении, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Работодатель может заключить трудовой договор с подростком на срок не более одного месяца. Отработав его, несовершеннолетний получит заработную плату в размере около 21 тысяч рублей. Четыре семьи представят наш регион на всероссийском конкурсе «Семья года». Всего на участие в региональном этапе конкурса подали документы восемь семей. Каждая из них удостойна победы в своей номинации. Чествование победителей состоялось во Дворце культуры Арктика. В сентябре этого года супружеская пара Александра и Андрюса Закутаускас отметит свое шестилетие. Многодетные родители все свое свободное время стараются проводить в кругу семьи. Сегодня они признаны победителями в номинации «Семья-хранитель традиций». Зачастую на природу мы собираемся с семьей. Но в принципе мы всегда проводим в свободное время с семьей. Все вместе или где-то находимся на каких-то мероприятиях или же это лес, если есть такая возможность выехать. Поэтому мы всегда активны и всегда дружны и всегда вместе. Чтут традиции в семье Детковых. Константин известный в округе лыжник. Его страсть к этому виду спорта разделяет и супруга Людмила. Неудивительно, что победа в номинации «Молодая спортивная семья» досталась именно им. Я на лыжах бегала только в школе и немного спортивной секции занималась. А вышла замуж и уже вот хожу на лыжи, бегаю с мужем. Надеемся, что и Саша будет с нами в дальнейшем тоже выступать вместе в команде Детковых на эстафете. Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценности семьи и ответственного родительства. Мама и папа – это главные люди каждого ребенка. Когда ребенок любим, когда он появляется на свет и в полной семье, то понятно, что он будет счастлив, и любовь родителей даст тому ребенку тот необходимый заряд, жизненная энергия, который поможет ему в любой ситуации. Всего на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки восемь семей из Ненецкого округа. Выбрать победителя экспертной комиссии было сложно, поэтому всем участникам присвоены номинации. При этом на федеральном этапе конкурса представлять округ будет четыре семьи – опаренные за Кутауско с Владыкиной и Каневы. Папки документов победителей будут направлены на Всероссийский конкурс. До октября месяца будет рассмотрение организаторов Всероссийского конкурса. И мы очень надеемся, что из четырех представленных номинаций победителей наши они в какой-то номинации станут победителями и на Всероссийском уровне. Ненецкий округ участвует в конкурсе с 2016 года. В прошлом году семья Уваровых стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» и вошла в почетную книгу «Семья года. Россия-2018». Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Праздник детства прошел в Нарьинмаре в Международный день защиты детей. Сотрудники Дворца культуры Арктика для юных жителей окружной столицы организовали развлекательную программу, подготовив игровые и танцевальные площадки. Разнообразные мастер-классы, контактный зоопарк, ходули, танцы и многое другое ожидало как детей, так и взрослых в стенах Дворца культуры Арктика. Такие развлечения пришлись по душе каждому. «Тому что там есть злодные, мне интересно на Белом Козе. Много там можно сделать, повеселать. И это все явится». «Праздник хороший, несмотря на погоду, всякие развлечения для маленьких детей, мастер-классы». Помимо развлекательных программ, были еще и оздоровительные. Взрослым и детям предлагалось примерить очки-симуляторы алкогольного пьянения, попробовать свои силы на спортивных площадках, проверить показатели здоровья, а для самых маленьких работал детский театр «Здоровейкин». «Нужно охранять здоровье детей в первую очередь, потому что это наше будущее, это наше наследие, и начинать это нужно с детского возраста. И цель наших площадок – подсказать родителям, какие должны быть основы здорового образа жизни, какое должно быть питание. Мы сегодня, кстати, с участием волонтеров распространяем очень много информационных материалов, в которых содержится полезная информация. Приглашаем еще дополнительно к нам в Центр здоровья для получения консультаций. То есть все направлено на охрану здоровья детей». «Проверить знания правил дорожного движения правильно совершить маневр на самокате, а также одеть на манекенозащиту предлагала лаборатория безопасности». «Возможность посвятить один день детям безопасности детей на дороге. То есть родители с удовольствием с детей приводят и вместе решают задачи». А в завершении праздника состоялся ежегодный благотворительный концерт «Взрослые и дети». Все вырученные средства от продажи будут направлены на оказание помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе состоялась презентация книги «Загадки дедушки Ненца». Она рассказывает о судьбах детей с ограниченными возможностями здоровья. Идея написания книги «Судеб» принадлежит региональной общественной организации «Особое детство в Ненецком округе». 15 историй детей и их родителей. Каждый рассказ «Жизнь особенного ребенка». Книга – это боль на самом деле. Как она далась, наверное, знают только родители и дети. Каждая история, она индивидуальна. Мы каждую ее пережили. Не все родители соглашались изначально рассказывать о проблемах, которые есть у детей. Но, тем не менее, обсудив, мы пришли к мнению, что людям нужно знать о том, какие дети живут рядом. о том, как родителям, столкнувшись с такой проблемой, действовать дальше, куда идти дальше. Для этого наша книга как бы говорит, мы есть, мы рядом, мы поможем. На презентации книги загадки дедушки Ненца рассказали о каждом герое и вручили по экземпляру издание в подарок. Здесь 15 загадок, 15 судеб, 15 детей, и родителям, которым необходимо помогать каждодневно, повседневно. Я знаю, что вы в этой благотворительной работе занимаетесь. На самом деле, это очень сложная работа. Работа над следующими изданиями книги загадки дедушки Ненца будет продолжена. Бежать не на время, а для здоровья. Под таким девизом прошла акция «Бег против сигарет», приуроченная к международному дню без табака. Вечерняя пробежка под арктическим солнцем. Что может быть приятнее и полезнее, особенно если призывает она к отказу от табакокурения? Так решили специалисты Ресурсного центра добровольчества, думая над тем, как обратить внимание горожан на острую социальную проблему. Сегодня проходит много форматов данной акции. В некоторых проходит такая популярная акция «Поменяй конфету на сигарету». Но мы решили, что сладкое так-то тоже вредит здоровью. И поэтому решили сделать уклон на здоровый образ жизни, на спорт. И сегодня провести здесь на стадионе «Лидер» акцию «Бег против сигарет». Перед забегом организаторы провели общую разминку. Среди участников школьники, студенты, представители общественных организаций и просто поклонники здорового образа жизни. «Я пришел сюда, потому что я разделяю мнение организаторов, что спорт – это важно, то, что лучше выбрать бег, чем сигареты. И мне понравилось мероприятие, это супер. Я считаю, что такие нужно проводить мероприятия. И если будут проводить, то, конечно же, с каждым годом считаю, что будет больше людей приходить. Да и я не буду отставать тоже». Десятилетний Андрей, несмотря на юный возраст, всерьез озабочен здоровым будущим. Он посещает различные спортивные секции и осознанно принимает участие в подобных акциях. «Я пробежала два круга, мне очень понравилось. Я хочу, чтобы такие мероприятия были очень часто. Я пришел сюда, потому что я люблю бегать. И я пришел, чтобы не выбирать никогда сигареты, а все время бегать и заниматься спортом». Напомню, что Всемирный день без табака был учрежден 31 мая 1988 года. Ежегодно по всему миру в этот день проводятся различные акции, рассказывающие о вреде никотина и способах отказа от курения. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Традиционный гастрономический праздник «Битва мангалов» пройдет в Нарьинмаре 8 июня в Центре арктического туризма. «Битва мангалов» проходит в третий раз и в этом году она называется «Жгучий маринад». Сегодня завершилась регистрация участников. Соперничать своими жгучими маринадами будут 10 команд. Для зрителей также предусмотрена развлекательная программа и гастрономические площадки. Организаторы обещают, будет весело. Для жителей и гостей города у нас предусмотрена также развлекательная программа, помимо самого самой конкурсной программы. Для детей это будут детские площадки, также у нас будут работать гастрономические площадки, будут песни. Ну, в общем, я думаю, что будет весело, то есть все предыдущие два года было очень весело. Будем надеяться только на благосклонность погоды. В жюри у нас традиционно участвуют представители ресторанов города Наринмара. Это либо шеф-повара, либо управляющий, либо еще кто-то. То есть те люди, которые непосредственно работают в этой гастрономической сфере. Победитель битвы мангалов традиционно получает большой кубок и призы от спонсоров мероприятия. Такова информационная картина к этому часу. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала Север ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.